проверяем наличие грибов в лесу попались какие-то старые сыроежки но они хорошие еще но их мало смысла брать их нет вот там вот есть немножко но какой смысл их брать если их будет мало и никуда их не применишь вот такие грибы мне в комментариях писали что это колпак ну колпак у него вульвы вот такой нет вот он растет из вульвы из какой-то его колпака должно быть здесь кольцо такое тоже нет даже не знаю что это за гриб я такой гриб не знаю поэтому не беру ну что вот попались один вот совсем старый эти повреждены и малость этот вот хороший он конечно старый здесь вот стоят два молоденькие посмотрю что вот он грибочек молоденький значит пошли пошли грибы вот стоят но эти уже не сейчас выросли наверно уже неделю то стоят буду смотреть что там дальше тут еще какое-то яйцо лежит интересно что за яйцо вылупился из него кто-то ха ха так лежало я даже и и не понял что это вылуплено я утка значит тут где-то вылупилась сыроежки вот попадают но единичные и уже такие они поеденные чё их отбрать пока довезешь они вообще все развалится было бы их много тогда сложил и хотя бы можно их или посолить или на жарёху вот попалась несколько грибочков вот она вон там один вон там один мало чё это вообще мало вот нашел четыре такие неплохие они не червивые но старенькие вот конечно есть но хорошие там еще штук 10 нашел но все червивые будем ждать первая волна значит проскочила их вот это уже старая получается грибы две недели назад проскочила эта волна может раньше теперь нужно ждать вторую волну в конце августа или в начале сентября ну что можно сказать про сегодняшнюю грибалку походил набрал 4 жарим сегодня картошечку попробуем хотя бы под березовики уже этого года подышал пропотел килограмма два скинул наверно жарко сегодня оделся вроде не так тепло а жарко наверно градуса 24 3 августа а тепло хорошо вообще красота дожди тучки вот набегают но слава богу пока нет на завтра вроде обещает так что проверил места нашел переходы через канавы здесь канавы кругом так как это торфяное болото сзади большая канава через нее перейти трудно он нашел слава богу здесь бобровую плотину через бобровую плотину спокойно теперь перехожу и к дороге так что вот это все плюсы проверил свои места старые минус единственно один вот хваленый немецкий ножик не выдержал двадцатилетнего упорного труда по заготовке наших российских грибов и вот он у меня отломался ручка сломалась да надо будет новую ручку уже российскую делать что-то некачественно немцы сделали хороший нож ни разу не точил грибы заготавливал а вот ручка отлетела стукнул хотел палочку себе вырубить и она тут переломилась на соединение но вообще позитив позитив я рад подышал походил красота